В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. В Волосом Центре сегодня презентовали проект «Государева дорога». Собственно говоря, он уже давно прорабатывается, и сегодня была большая пресс-конференция, которая, в принципе, не так давно закончилась. Ну и мы сегодня поговорим об этом проекте и вообще в целом о том, как развивается туристический сезон Верхней Волжи в этом году. Год для всех был очень, ну почему бы он еще идет, очень необычный. Ну и, конечно, туризм – та отрасль, которая очень сильно пострадала, очень сильно, потому что до сих пор еще только выходят более-менее на проектные мощности отели, турбазы и еще очень много незаполненных мест. И поэтому о перспективах сезона, как он будет развиваться, как он сейчас развивается, мы поговорим сегодня с гостями программы. Это Ирина Шеметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Добрый день. И Елена Грачевникова, директор агентства путешествий. Добрый день. А вы можете нам звонить в телефону 3190, я знаю, вы нас смотрите в прямом эфире, вы нас слушаете на радио Монте-Карло, 95,5 FM. Итак, телефон студии 3190, звоните, задавайте свои вопросы. Может быть, кто-то среди вас сейчас только вот едет по дорогам в Тверскую область, в какой-то из отелей, только думает, может быть, не стоит ли приехать в Тверскую область отдыхать, а может, наоборот, вы житель Тверской области и думаете, а куда вы поехать отдохнуть? По нашей стране или даже за границу? Поэтому звоните, 300-190, все вам расскажем об этом. Так, уважаемые дамы, что все-таки собой представляет этот проект «Государевую дорогу» с таким вот названием? Ну, это понятно, это дорога, по которой наши государи путешествовали из Петербурга в Москву и обратно. И мы, в общем-то, предприятие Туриндустрии очень давно как бы на это обращали внимание, потому что это стабильный, внесезонный туристический поток, который проходит мимо. И, на самом деле, такое небольшое расстояние, как от Москвы до Питера, это дает возможность, допустим, отдыха выходного дня и так далее. То есть это очень для нас правильный сегмент туриста. И задача наша остановить этого туриста именно в тех направлениях, которые мы готовы обеспечить программами, обеспечить проживанием. И другими аттракциями. Это большая работа, на самом деле, потому что... И она должна быть именно в формате четырех регионов. То есть одному региону это сделать достаточно сложно. Еще, конечно, трасса М-11, она большой поток оттянул на себя мимо нас, да? Потому что все, многие очень, которые раньше ездили по трассе М-10, проезжали и останавливались, то сейчас все как бы от Москвы до Питера по делам едут без остановок. И, в общем-то, это с одной стороны хорошо то, что этой же трассой пользуются и туристы. А с другой стороны, это там от нас оттягивает потенциальных туристов, которые могли бы быть привлечены к нам на территорию. То есть здесь встает вопрос информатизации. Это очень большая работа, и надо и актуализировать ее постоянно, чтобы данные были правильные, чтобы объекты работали, чтобы они обеспечивали прием гостей в обозначенной в различных информационных носителях. Это сроки и время, и давали качественные услуги. Поэтому здесь надо и бизнесу подтягиваться, и власти работать вместе с бизнесом. Вот, собственно, для этого такой проект и начат, и плюс это кураторство Ростуризма, потому что это межрегиональное сотрудничество получается. Поэтому здесь поддержка информационная на таком уровне, организационная. Она обозначена, и она действует. Ну, то есть мы сейчас работаем. Такую ассоциацию у меня возникла касаемо трассы М-11. Наша Тверская, это дача губерния, такую же переживала. 150 с лишним лет назад, когда проложили железную дорогу, ведь тоже люди так же стали мчаться мимо многих наших мест, и, собственно, и государь-император тоже перестал часто бывать в губернии Тверской. Ведь та же история. Потому что раньше вы помните, сколько занимала дорога из Москвы в Петербург на лошадях, на санях и так далее. Никто не проезжал через Тверь вот так вот раз, чай попить и дальше. Все останавливались поесть минимум в комнатной трактире или ресторане, перековать лошадей, да просто даже с ночевкой и так далее. А как поезда появились тоже, все сразу шик и все. Мимо. Да, мимо. Но, знаете, здесь история вот в чем. Дело в том, что для нас, для тверяков, классная история в том, что наша Тверская область, наше Министерство туризма выступило инициатором этого проекта и объединило в этот проект четыре региона. И это очень здорово, потому что этим проектом, государевой дорогой, усиливают внимание вот эти четыре региона на себя. Потому что еще с советских времен у нас путешествия, вот такие одно-двухдневные путешествия, вспомните, это было Золотое кольцо. Куда мы поедем в Россию на один-два дня? Золотое кольцо. Вы имеете в виду центральную Россию? Да, да, я говорю про центральную Россию. И вот как альтернативу, очень такое яркое привлечение внимания вот к этой территории, территории четырех регионов, и создан этот проект государева дорога. И очень классно в том, что он получается достаточно большой. Там за шесть дней предлагается туристу посмотреть 27 экскурсий. Ну, это, конечно, может быть круто с одной стороны, но организаторы этого маршрута, как раз наша организация тоже в это входит, они сделали очень мудрую вещь. Вот этот маршрут можно разбить на кусочки, и каждая из территорий может предложить туристам. Турист уже посмотрел на эту часть программы, и он смотрит и говорит, «О, Тверская область, интересно, а если в нее приехать вот самостоятельно, и как кусочек вот этой государевой дороги из этого большого, а что же мы там можем увидеть?» И вот здесь тогда мы, региональные туроператоры, вступаем в игру. И мы предлагаем туристам разные разности. Если говорить про мою организацию, тогда это сказки на государевой дороге, это тверские вкусности, это может быть самый разный спектр тех точек притяжения, которые мы можем предложить. Здесь даже, знаете, не важно все, что сложилось вдоль дороги, а все то, чем мы можем развлечь наших гостей, потому что турист в современное время, он становится гостем. Вот к нам приехал турист, и мы ему рады, и по большому счету это все то же самое, как человек к тебе приехал в гости. Ты его встречаешь в уютном, хорошем доме, чистом, аккуратном. Ты его вкусно кормишь, и ты с ним чего-нибудь такое разговариваешь или как-нибудь его развлекаешь. Все то же самое транслируется на туриста, но только в более большом масштабе. Для чего турист к нам приедет? Вот мы вот это должны четко понять. Мы должны сегментировать каждый кусочек своего туристического бизнеса и посмотреть, для чего к нам хочет приехать молодежь, и что мы им покажем. Мы сейчас как раз с Ириной Викторовной говорили о поколении тиктокеров. А вот на самом деле безумно интересно. Вот те молодые ребята, которые в тиктоке, общаются в интернете. Это не все знают, но еще одна социальная сеть, по сути. Да. А что им интересно? Вот что мы можем им дать такого, чтобы им было классно у нас? И для чего-то они приехали. Мы четко понимаем, вот у нас открылся мемориал советскому солдату. У нас там огромное количество туристов и едут со всей страны. Но мы здесь понимаем, кто туда едет. Это люди, которые, может быть, имеют в своем роду погибших, и они хотят как-то приобщиться к этому. Может быть, какие-то любопытствующие. Может быть, люди, которые на самом деле интересуются историей. И молодежь. И молодежь тоже. Но, вы знаете, мне кажется, что мемориал, ну, если немножко убрать его историческую и патриотическую составляющую, он очень классный объект в том смысле, как привлечь внимание. Лена, извините, я вас перебью. Мы обязательно продолжим. Нам надо привлечь внимание к рекламе. Буквально три минуты, не переключаясь, мы говорим о развитии туризма в этом году в нашем регионе. Итак, мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Мы говорим о развитии туризма в Тверской области в этом очень непростом году, который этот туризм практически подкосил. Но не до конца. Я верю в нашу туристическую отрасль. Она вас прянет. Тем более, да, действительно появляется новый объект. Вот Елена перед самой рекламой начала говорить о таком новом объекте, как Ржевский мемориал советскому солдату. Дамы, скажите, а правда, что он действительно, я там, знаете, я журналист, я там все по работе. Я там был, когда заливали фундамент. Я был, когда эту голову солдату устанавливали и так далее. Короче, я там все время был, весь по уши в цементе, в песке. И нормально я там не был. Вот, и поэтому мне интересно ваше мнение. Действительно, такой туристический поток. Огромный поток. Просто необыкновенный поток. Причем, вы знаете, невозможно попасть не в музей. Серьезно говорю. Выходные дни уже на сентябрь. Вот я сейчас заказываю на сентябрь для школьников экскурсии. И на середину сентября, вот на выходные дни, уже очень сложно заказать экскурсию, потому что там все уже забито. Это здорово. Это классно. И вы знаете, это здорово в том смысле, что люди интересуются историей. Это здорово то, что люди интересуются нашей территорией. Но вы знаете, я так думаю, что на примере вот этого объекта мы, наверное, должны научиться как территория. Вот, допустим, территория Ржева. А готова она была к приему такого количества туристов? Вы знаете, вот люди приехали. А вот в каком плане? Вот смотрите, они приехали, они на этой территории оказались. Но в связи с тем, что... А дальше что? Вот они посмотрели мемориал. А что им дальше мы можем предложить? Ну, все, и на Ригу. А вот... Давайте, Ирина Викторовна, продолжит вот эту мысль. Я как бы тоже из-за главы города и района разговаривала. Который новый глава сейчас, да? Который новый, Роман Крылов, да. Бывший наш коллега депутат, поэтому у нас с ним доверительные отношения. На самом деле, Ржев подготовил ряд объектов к приему туристов. И, конечно, сам бизнес местный, они не ожидали такого потока. Потому что все равно те, кто приезжает на мемориал, они посмотрели, направляются в Ржев. И там, конечно, бизнесу сейчас предстоит огромная работа, потому что они не могут принять такое количество туристов. В каком бизнесе? Отельеры? Отельеры, скорее всего, объекты питания и, скорее всего, объекты показа, экскурсоводов. Может быть, в Ржеву недостаточно. Можно даже, знаете, такая интересная сувенира. Дело в том, что не хватает пряников. У меня экскурсоводы говорят о том, что если вам нужны наши ржевские пряники, вы, пожалуйста, заказывайте заранее на то количество человек, что у вас будет. Потому что это здорово, это классно, это интересно. Хотят с собой что-то ввести, поэтому мало получить поток туристов. Самое главное, этот поток наполнить товаром, наполнить сувенирами, наполнить услугами. Потому что это деньги, которые турист оставляет добровольно. И, в общем-то, увозят с собой не только память и знания и какие-то там патриотические ощущения, но и хочет с собой что-то увести аутентичное, которое будет ему и напоминать о территории. Но в то же время я сталкиваюсь с тем, что мне турфирмы жалуются на то, что они хотят купить продукцию мармелада, продукцию алкогольную. И они носятся с одного места на другое с этими автобусами. И купить в одном месте негде. А это, да, вот не будем, как говорится, нельзя рекламировать, но один известный ржевский напиток, я всем известный. Я давно, я давно обращаю внимание, что его просто нету в местных магазинах. Это феерично просто. А потому что федеральная сеть... Представляете, если в Прагу приехал, и вот негде там купить, к примеру, или в Италии. Вот сейчас мы этим занимаемся. Это просто феерично, на самом деле, логика просто убойная, нету. При том, что ржев все-таки, при всей любви к этому городу, это не Париж, не Петербург, и каких-то брендов таких вот своих, их не так много. Ну, городок маленький, что уж там говорить. И то, что, по сути, вот этот бренд вытеснен фактически, то есть это удивительно. Вот в этом и проблема. Сейчас мы этим занимаемся не только с Министерством туризма, но и с Министерством промышленности нашей Тверской области. И гастрономические путеводители планируем выпускать, и точки продаж организовать. Это очень сложный процесс, на самом деле. А неужели сложно организовать экскурсию? Да. Экскурсию. На предприятии. Ну, тот объект, о котором имеешь, который пытаешься упомянуть, там есть и дегустационный зал, и, в общем-то, это все известно, это все работает. А почему тогда предприятие не выходит на турфирмы, товарищи? Выходит. Давайте, готовы. Но не все знают, наверное, турфирмы, которые работают сейчас в новом ржевском направлении по трассе М-9. Наверное, еще не все знают инфраструктуру, которая там есть. Поэтому здесь именно задача власти местной проинформировать, обеспечить полностью потребности туристов и сверх них. А потом, вы знаете, мне кажется, еще какой момент. Вот смотрите, у нас на территорию приехало большое количество туристов, на один объект. Давайте мы вот его не будем. Да, ну, мемориал. Ну, вот просто мы обозначаем один объект. Приехало большое количество туристов. Они знают про этот объект, но, может быть, про территорию самой Тверской области они могут вообще ничего не знать. И в этой связи нам очень важно проинформировать вот этих туристов, которые уже приехали и которые здесь, что у нас еще что-то есть. То есть это точка туристов? Да, вот они сюда к нам приехали, и мы должны им дать, значит, помимо того, что экскурсионную программу, мы должны им дать возможность купить услуги. Питание, ну, если нужно проживание, если нужно какого-то дополнительного развлечения, ну, экскурсионные услуги. Ну, я, ну, это не развлечение не является, не является, ну, давайте так, уберем тогда это слово. Просто вот те... Отели, вот сразу, вот я вас услышал тоже, вот вы говорите, отели. Мне интересно тоже, вот вы говорите, отельеры оказались не готовы. А есть ли спрос со стороны туристов именно, чтобы в Оржеве переночевать? То есть, может, они говорят, нам не надо, мы вот приехали, ну, сколько мы там, в Оржевском мемориале провести там? Ну, три часа четыре. Потом проехал дальше, может быть, в музей Сталина этот, ставка Сталина заехать. Ну, Поржео пока тоже город, не Нью-Йорк там особо не накатаешься. Ну, и все. То есть, турист вам скажет, а нам не нужны отели? И вечером мы дальше. Или как? Это следующий этап, чтобы оставить туриста с ночевкой. То есть, сразу, как бы место, как находит себя на туристическом поле. Сначала появляется объект показа притяжения. Там очень условно назовем мемориал. На самом деле, там функционал совершенно другой, но он так или иначе притягивает. Я была там ночью, и там очень много, одна молодежь. Причем не курили, не пили. Ну, где-то в 12 часов я из Торопца возвращалась. И проехать мимо невозможно. Я вот захотела заехать. Удивительно. Да, там очень красиво. Современно и стильно. А молодежь-то и любит. Да, любит. И они вот стоят и не пьют. Потому что у нас как все привыкли, что молодежь по ночам там гуляет. И причем это была пятница, на самом деле. Я ехала с юбилея в Торопце. Вот. И меня это удивило. И я так поняла, что это, наверное, скорее всего, местная молодежь, которые уже приезжают туда и начинают проводить время. И они ведут себя по-другому. То есть эта атмосфера, она оказывает на них определенные действия. И здесь вот воспитательную функцию надо ее развивать и поощрять. И я думаю, что активности там должны быть просто, а не должны быть другие. Альтернативные проведению времени в клубах, в каких-нибудь дискотеках. То есть там тоже должна молодежь чем-то заниматься. Вот какая-то, ну как они говорят, движуха, но вот на их уровне, чтобы рядом... На их уровне и с сохранением вот этого почтенного отношения к этому месту. Там тоже можно придумывать различные... Ну, бессмертный полк все подхватили. Можно, допустим, не в таком трагичном формате, а в каком-то более современном, но с патриотическим наклоном. Я думаю, что это надо все равно активности... Я думаю, что это начнется по-любому, потому что как бы сейчас пока что вот этот мемориал есть. И вокруг инфраструктура еще не развита. Но это будет однозначно, потому что место, вот парковка есть огромное. И я думаю, что там дальше 110 гектар региональной земли. Там поле большое, да. Там поле большое. А что, на ваш взгляд, вот какая инфраструктура должна появиться? Ну, как раз. То же самое. Я думаю, что однозначно. Потому что люди, если ехали по дороге, они при всем... Опять вопрос, а надо ли это людям, ехавшим по дороге, которые... Это Эрмитаж, можно месяц ходить, весь не исходишь. А тут, ну, 3-4 часа и поехали. На самом деле, вот в Ржевском этом мемориале, в музее, там есть тачскрин, где показаны еще объекты военной тематики. Перебью, у нас телефонный звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. В здании вот старого железнодорожного вокзала... Погромче, можно, пожалуйста. В здании старого железнодорожного вокзала есть помещение, где организовали музей. Там проездом в свое время останавливался Николай II, ну и другие наши цари. Меня интересует вот такой вопрос. Этот музей входит в проект Государева дорога? Спасибо вам большое за вопрос. Хороший, кстати, вопрос, действительно, входит ли музей о государе в проект Государева дорога. Более того, он не то что входит в этот музей, рассматривается также прибытие туристов на «Ласточки» с обязательным посещением музея. И мы там еще до всех этих наших плачевных событий проводили и реконструкции. Плачевных, как раз их? Ну, коронавирусных. Ковидов. Потому что вокзалы стали вот этой вот самой точкой, где все это прекратилось в первую очередь. И вообще у нас вокзал, на самом деле, очень интересный объект. Вот мы занимались этим даже. Один из старейших в России. Более того, там находятся пять зданий исторических, которых обеспечивали полный цикл функционирования поездов. Это уже депо вот эти все, да. Депо водонапорной башни и другие. То есть, таких аналогов в России нет, чтобы сохранить эти и действующие. Вот, конечно, это хочется привести в более такой презентационный вид, но они по-любому до сих пор работают. И мы водили экскурсии. Там есть экскурсовод. Сейчас музей, вот, небольшой тот, который там еще существует, помимо императорских комнат, закрыт на реконструкцию. Через три года нам обещает там что-то такое космическое. Вот, на самом деле, хорошие инвестиции туда идут. Поэтому я думаю, что эта точка, она имеет вообще свое место на нашей карте. И я думаю, что это большой, как бы, должен быть проект и Октябрьской железной дороги, и Государевой дороги. Потому что никто не исключает путешествия Государева и по железнодорожному. Вот как сделали железнодорогу Николай Первый. Николаевская дорога. Все за ним, Александр Таулик, Александр Третий, все наши цели, естественно. Там они, известно, отдыхали в этих комнатах, принимали делегации и так далее. Так что, как же это обязательное место. Спасибо за вопрос. Да, хороший вопрос, спасибо вам большое. Возвращаясь все-таки к Оржеву, все-таки возвращаясь. Вот, инфраструктуру. Ну, мне что мыслиться в первую очередь, это, конечно же, ресторан. Ну, люди приехали, они ехали откуда-то из Москвы. Сколько вот ехать? К примеру, если прямиком из Москвы по трассе Москва-Рига, вот до вот этого Ржевского нашего мемориала. Порядка трех часов. Вот. На автобусе. Человек однозначно проголодается. И где, там места полно. Сделать нормальных размеров ресторан. Причем можно как раз обыграть, вот я так сразу, знаете, как говорят, креатив. Вот. Обыграть военную тематику, чтобы там непременно была гречневая каша или другая каша с тушенкой. И так далее, и там подобное. Непременно. Нет, пусть там, конечно, будут другие блюда, но тем не менее. Вот этот Ржевский пряник. И все остальное Ржевское. Пустела Ржевское. Да. То есть там полно чего можно, чисто Ржевского, и просто плюс что-то, чего-то военного такого. Может, даже пусть там будут кружки алюминиевые, но почему бы и нет? Ну, кого сейчас удивишь обычными кружками, чашками, ну... Ну, погружение должно быть такое. Да, а почему бы и нет не оформить там один из залов в стиле фронтовой землянки? Понимаете, раз это Ржев, Ржевская битва, Ржевский мемориал. Землянки надо делать дальше, в Торопинском районе, где было партизанское движение. И там тоже, и там тоже. У нас много где это можно делать, и землянки, блиндажа, неважно. Вот, понимаете, ну это однозначно, люди приехали, они походили, они захотят есть, им, ну, сам Бог велел. Роман, на это вот так есть. Аттракционно какие-то там тиры можно сделать, убей фашистов, что называется, почему бы и нет? Нет, давайте мы... Боевое братство, какие-то там... Фашисты, извините, это враги, это организация запрещения в нашей стране, сам Бог велел в них стрелять. Вот, поэтому нет-нет-нет, я говорю фашиста. Вот, поэтому, то есть тиры и так далее, я уж молчу о том, что может быть катание на какой-то... Боевой техники, какой-то реставрированный танк Т-34 и так далее в Восташкове. Восташкове... Значит, мы должны информацию предоставить. Вообще, картина получается очень классная. Да. С учетом того, что... Да, это как точка притяжения. Ну, если это мемориал, сам Бог велел, конечно, обыграть фронтовую тему по полной программе, начиная от кухни и кончая развлечений. Ну, потому что, как хочет он развлечений? Понятно, исторический туризм, он тоже имеет место быть. Да, возможно, сфотографироваться в форме, как это практикуется в зарубежных, особенно в городах. Ну, вон, идете, где в центре Рима-то гуляете, там в районе Колизеи, там полно этих, которые вам предложат. Более того, эту форму... Ну, и климат надеть, и панцирь римского легионера. И одеть, и можно это купить. И купить, там магазинчик, если такая улица 4 ноября, вот там все это продается. Вот, понимаете? У нас в Твери это можно, пожалуйста, в музее 4 эпохи. Это вся инфраструктура вот эта должна вырасти. То есть, магазинчик обязательно, вот такая инфраструктура должна быть около Ржевского мемориала. Отель, я говорю, это, конечно, не факт, потому что... Это позже. Это надо думать, да, действительно. Это вложение совершенно другого рода. Когда у нас появятся соседние точки, куда мы дальше... Это трасса Москва-Рига, то, ну, видите, у нас стоят же мотели. Это нормальная вещь, по всему миру культурная. Мотель. То есть, ты едешь-едешь, захотел отдохнуть. Почему-то в мотеле не быть рядом, опять-таки, с таким музеем. Будет мотель, вырастет в отель просто. Там, по-моему, и Балтика еще тоже подходит трасса. Вот, там она рядом, вот, я говорю, Москва-Рига, Балтика. Она в том-то и дело рядом. Люди едут, скачать, посмотреть, передохнуть, поесть, поспать. Нет, это вот именно... А вот, мне кажется, в этом смысле, в этом направлении как раз и... В этом смысл туризма, что как только появляется объект, показы, притяжение, сразу вокруг него появляется активность. Начинает бизнес работать. Начинает дальше инфраструктура отлаживаться. И дальше начинаются потоки. То же самое, вот, Завидова, например. Ну, не уберем, как бы... Многие говорят, что Завидова просто отхватывает от себя, там, тормозит турпоток, и дальше они не едут. Нет, они именно принимают ВИП-турпоток, Завидова, и дальше ВИП-турпоток начинает двигаться по территории региона. Мы сейчас обсуждаем Ржевский мемориал. Соответственно, понятно, что все то, о чем мы говорим, что там можно сделать, это же не только на этот год. Это вообще, вообще, чтобы объект жил и развивался. Потому что действительно мало просто пригласить людей, чтобы они посмотрели этот музей. Как мы уже говорили, людей можно накормить, задержать какими-то развлечениями. Погрузить. Да, и плюс люди утомятся, скажут, а давайте-ка мы оставим здесь еще и ночевать. А завтра поутру поедем дальше, куда-нибудь по трассе Москва-Рига в сторону Прибалтики, или наоборот, в сторону нашей столицы Пяти морей. Ну и тогда Ржев нам показывает, вот нам, как жителям Тверской области, как привлечь туристов на свою территорию. Значит, нужно на каждой территории в отдельности создать какую-то точку притяжения. Мы не говорим о патриотизме, здесь неважно. Вот точка притяжения, что могло бы быть интересно людям, которые могли бы приехать на один, на два дня, и вокруг этой точки, как Ирина говорила, создать инфраструктуру. И тогда мы будем интересны. Но мы должны понимать, что в каждом из городов, населенных пунктов, мы должны как-то еще дополнительно создать, чтобы... Потому что, знаете, как интересно, Ржев достаточно серьезно наполнен. Посмотрела выходной в Старице. Много людей гуляет. Ну, не сказать, что, конечно, не как в Оржеве. И необыкновенно красивый город. Старица, люблю его очень. И, в принципе, есть потенциал и возможность принимать гостей в большем количестве. Да, много чего делать. Вы же знаете, там только, да, что без стыда туристу что можно показать-то? Монастырь? Монастырь. Кровейческий музей, который относительно, по счастью, недавно был сделан, новый, не успел он еще решать. И замечательный проект вообще. Ну и набережную сделали. Не соглашусь. А дальше-то все облуплено? Нет. Ну как нет? А вы знаете как? Дело все в том, что мне моя коллега, Елена Витальевна Михасик из Калязина, у них рассказывала очень интересную вещь. К ним приезжают туристы, москвичи, и попадают, у них очень долгое время ремонтировались дороги. И там было просто безумие. Где у них-то? В Калязине. В Калязине. В Калязине ремонтировались дороги. И когда туристы стали говорить, ну что же это такое-то? И мы им говорим, ребята, понимаете, вот вы в Москве всегда ездите по ровным, гладким дорогам. Ты говоришь, что это такая фишка? Ну это не фишка, но во всяком случае, вы знаете, никаких жалоб на то, что... Стороны москвичей на такие дороги? Да. Я говорю про... Они это опускают, а то двигают. Для них это то... Местный колорит. Это как, это местный колорит. Ну, я не знаю, знаете, нам тверским этого не понять. Это, знаете, говорится, кто служил в армии, то в цирке не смеется. Вот, поэтому... Можно тогда про Старицу скажу? Давайте. Вы знаете, на самом деле, у нее очень красивый рельеф. Рельеф красивый. А домостоящая рельефь-то? А, необыкновенно красиво посмотреть. Совершенно чудесно восстановили Успенский монастырь. Да, согласен. Успенский монастырь. Необыкновенный. Здравствуйте. А напротив, на том берегу, тоже вроде церкви и так далее. Прекрасный, очень уникальный ансамбль. Целый городок такой церковный. Я не знаю, как... Пятницкую церковь останавливают. Останавливают в настоящее время. А остальное-то... Вот. А вы знаете, никогда не бывает так, чтобы оно было по щелчку. И, опять же, для чего турист приехал? Дело в том, что вы проговорили красивый ландшафт. А вот, может быть, туристу очень важно посмотреть древний монастырь и красивый ландшафт. И мы его сюда приглашаем. И то, что там чего-то недоделано, какие-то шероховатости... Шероховатости в Петербурге. Или в Риме. А вот это не шероховатости хотите. Я вчера была в Торжке. С коллегами из Москвы. В общем-то, там тоже перспективы есть и инвестиции, и всего остального. Ну, вот, конечно, печалька... Да. Это мало сказать. Целые кварталы в Руни. Целые кварталы. Как будто немцы только вчера ушли, понимаете. Ну, кварталы в центре города. Да, я запечатлела эти вот поросшие бурьяном улицы. Но вот мне очень хочется, чтобы через пару лет я приехала туда, и там была совершенно другая картинка. Это на самом деле достаточно быстро делается, когда город принимает ухоженный вид. И я думаю, что сейчас... Что ж там все не делается? Я в Торжке уже это и пару лет назад хотел, и еще пару лет, и еще пару лет. И я вот сколько, ну, особо не вижу. Ну, ждут Брикса, ждут Государеву дорогу, опять же, ждут Пушкина. Брикса же год назад прогласили. Вы знаете, сейчас? Там проектные работы, они занимают достаточно себе там памятники. Можно вновь не соглашусь? Это хорошо, у нас дискуссия приветствуется. Но атмосфера там присутствует по-любому. И вот эта провинциальность, вот эта набережная, вот эти вот храмы стоящие, которые сразу... Да, ландшафт тоже самый красивый. Да, такие берега. Конечно, это все, но это отличается от тех же самых столиц. И самое главное, на самом деле, это люди, которые встречают туристов. И насколько столичные жители не привыкли к этому радушию, с которым их встречают, это, конечно, вот они за этим едут, за теплотой за нашей, за неспешностью, за возможностью погулять, рассмотреть. Конечно, там есть моменты, что все носятся на этих экскурсиях, но в основном, конечно, сейчас очень много индивидуальных туристов, которые приезжают и просто гуляют по нашим местам и мечтают о том, что когда-нибудь они приедут уже в отремонтированные, отреставрированные объекты. И это будет. Мы тоже совершенно недавно думали, что наш императорский дворец вот в таком виде он будет вечно. И что там будет стыдно, даже свадьбы там какие-то, они пытались свадьбами вывести хоть какую-то экономику. Я против этой идеи. Нет, это было тогда, когда не было еще реставрации. Да, потому что что там еще сделаешь в таком виде, в котором он был. И то, что сейчас мы видим, с каким достоинством мы можем вообще показывать это все. Я думаю, что это недалекое будущее. И нам так кажется, что это все где-то там далеко. Антон, все очень близко. Проект Бриксон тоже, к сожалению, охватывает далеко. Не висит речи в центре. Я же смотрел, там буквально улица. Это точка роста. Я вам могу сказать сейчас, что уже вокруг все смотрят на то, как они будут использовать остальные здания. Кто все это сможет? Инвесторы. Да, конечно. Сделали в Осташкове и Евставсевскую улицу. Пусть это простенький. Они сделали улицу, а справа и слева руины. И народ уже куча едких комментариев, что улица, конечно, здорово, но справа и слева на что смотреть? Реально, в прямом смысле слова, руины. Это все именно там, не только там руины. Там просто на месте этого бульвара была помойка. Я просто знаю. Хорошо, что делал улицу, это уже хорошо. Более того, у этих руин появились хозяева. Да? Да. То есть уже, если до этого этих хозяев было не найти, просто я знаю точно, что там писали кучу писем, кучу обращений, примите меры, у вас там все разваливается. Это все было. И вот сейчас появляются хозяева и начинается жизнь. То есть вот здесь можно дальше идти и понимать, что вот от этих вот вроде небольших таких вещей, но начинается капитализация вообще вот этих всех близлежащих территорий и начинается развитие. И кажется, вроде, что там благоустройство какое-то сделали, ничего такого сложного в этом сверхъестественного нет. Достаточно все просто, да, даже сделано. Но тем не менее, я думаю, что вокруг все эти исторические здания, они наполнятся смыслом, наполнятся бизнесом. И я думаю, что у Осташкова вообще хорошее будущее, потому что это тоже один из немногих исторических городов и набережная. И плюс там в одном флаконе еще и курорт. Там очень много флаконов на самом деле, там тоже самообытность. Я же тоже там бываю ни раз, ни два, к сожалению, особых изменений. Ну, к сожалению, есть, да, вот эти дома в центре города, которые по программе расселения расселяются. Ну, думаешь, ну, сам Бог велел отельчик сделать. Там целиком дом, 17 века. Такой отель, там, 5-6 номеров, ну, не делают. Потому что сезонность, там очень серьезная проблема с сезонностью. А это везде у нас в России проблема. А это везде у нас в России, поэтому здесь должна быть другая совершенно политика развития туризма. У нас сейчас, как идет, у нас сейчас настраиваются турпотоки, да? Сейчас надо начинать регулировать эти турпотоки, то есть разводить сезонность, чтобы за счет мероприятий, допустим, делать их на начало сезона, ближе к маю, дальше к сентябрю. К октябрю. К октябрю. Вот это вот межсезонье, оно не дает развиваться вообще у нас ничему, потому что в межсезонье объекты или... Перебью. У нас телефонный звоночек. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это опять я беспокоилась. У меня еще один к вам вопрос. Вы знаете, недавно я смотрела на канале «Культура» правила жизни. Выступал один товарищ, он рассказывал, что, по-моему, в Осашковском районе, точно не помню, по субботам ходит настоящий старинный паровоз. Вот меня интересует, как у туристов пользуется спросом этот вид транспорта. Что вы скажете? Спасибо. В ходе третропоезд. Более того, мы... Вот я лично хочу, чтобы он ходил до Торопца вообще и до Великих Луг, и сейчас буду этим заниматься. Конечно, вот благодаря усилиям РЖД этот третропоезд запустили, и он идет из Балагой до Осташковой. Сейчас развели расписание таким образом. Сначала он стоял в Осташкове буквально два часа, и там, понятно, что... И уходил обратно. И за два часа туристы просто там... Ну что, посмотришь за два часа. Сейчас он ходит по другому расписанию, в субботу и в воскресенье уходит. То есть это, на самом деле, событие для нас. И помимо погружения в это, он на пару, на самом деле. Его заправляют водой. Это железная дорога. То есть это интересный проект. Безусловно, туристы это любят. Он заполнен? Ну, я думаю, сейчас, на самом деле, в Осташкове заполнено все. В Осташкове заполнено все. Мне кажется, с апреля уже заполнено. Тоже хотела про это обязательно вопрос. Возвращаясь вот к такой проблеме сезонность, но ведь, получается, тогда у нас, что называется, попали мы, ну, никуда мы не денем нашу зиму. У нас, получается, в принципе, что делать нас? Ну, не знаю, не боли здесь. Круглый год что делать? Ну, вы знаете как? Вот, опять же, по аналогии Золотого кольца. Извините, пожалуйста, у нас снова телефон звонок. Хорошо. Слушаем вас. А я вот величанка коренная. И, знаете, я знаю сам всю историю Твери. Очень люблю город. У меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда у нас будет в Тверь восстановлено речной вокал, памятники архитектуры, в центре бывшей, ну, это в советское время, в Волге, когда вернется лицо Трехсвятской, как Арбату? И мы никогда не зависели от межсезонья. К нам ездили всегда, нас любили. И всегда говорили, Тверь городок, Санкт-Петербург уголок. А сейчас какой-то такой затишье. Мы что-то про Стасков говорим, про Пинакова. А давайте про Тверь поговорим. Давайте, с удовольствием. Спасибо. А, что-то как-то так. Спасибо вам большое за вопрос. Ну, а что? Когда? Когда? Когда в городском бюджете будет достаточно денег? Все же упирается в деньги, только денег в бюджете нету. Точнее, минимум. Вот поэтому все, что реализуется зачастую, это привлечение федеральных денег. Правильно ведь? Ну, на самом деле, делается. Делается. Но согласитесь, вот я, женщина, понимаю. На Трехсвятской мостовая, ну, просто это ужас. Понимаете? Я спрашивал чиновников, говорю, а зачем вы, ну, раз в хорошем месте, в хорошем мостовая, нет, ее выковыривают, переложат заново. Когда на центральной пешеходной улице, ну, просто там уже выбоиная. Понимаете? То есть, и я, женщина, абсолютно понимаю, и фасады домов. Сейчас хоть приводится в порядок, но все равно много надо делать. Набережная Степана Разина там и так далее и тому подобное. Я полностью разделяю вот речной вокзал. Я полностью разделяю негодование вот нашей земле. Ну, набережная стала очень красивая. И наши гости. Степана Разина, Афанасья Никитина. А дома, о состоянии фасадов. Ну, вы знаете, как, мы говорим про то, ну, мы, каждый, обращая внимание на себя, можем найти какие-либо изъяны, сказать, ой, вот здесь во мне что-то не так. Ну, это опять-таки, это не шероховатость. Ну, подожди, подожди. Это обшарпанность фасадов. Ну, вы знаете, как, если мы говорим про то, что мы подождем, пока мы все наведем в лоск, а потом мы будем приглашать гостей. А вот, давайте мы тогда будем выставлять на показ, вот акценты выставлять на то, что у нас уже сделано. Вы знаете, нашу набережную Степан Разина очень любит. И у нас обзорная экскурсия частично проходит по ней. И люди с радостью путешествуют, с радостью присаживаются на лавочке, скамеечке, чтобы посидеть, полюбоваться. Мы понимаем, что речной вокзал разрушен. Мы говорим на москвичи, которые любят раздолбанные дороги, которые хотят посмотреть обшарпанность фасадов. На самом деле, нам кажется, что мы живем вот в таком плохом месте. Оно у нас прекрасное. У нас гости говорят, что это красиво. Да, у нас гости все довольны. Понимаете, вот мы тут видим только недостатки. И на самом деле, когда вот сейчас администрация организовала ТИЦ, начинает работать с туристами уже в непосредственном контакте. Елена там тоже экскурсии организовывает для пешеходной. То есть, сейчас идет формат вообще того, что мы начинаем видеть город глазами туриста. И на самом деле, невозможно отремонтировать сразу все. Не, не сразу все, но хотя бы ничего. Надо все равно начинать с приоритетных каких-то направлений, потом уже двигаться дальше, дальше, дальше. И это неизбежно будет. И мы все равно динамику видим. Просто у нас, понимаете, отремонтировать все. У нас даже на бывшей советской площади, которая теперь площадь Михаила Тверского, одно из зданий, которое принадлежит правительству, вот они почему-то отремонтировали фасад, выходящий на улицу Дементьева, и на самом площади. А вот там дальше почему-то вот нет. Вот все встало. А в Питере одни фасады отремонтированы, понимаете? А внутрь зайдешь, там коммуналки, трущобы и так далее. Коммуналки, да, но тем не менее, можно было тут хотя бы. Подожди, можно я тоже по поводу Питера. Дело в том, что я в туризме работаю достаточно давно. И я, знаете, про что? Я видела Питер со стороны речного трамвайчика, со стороны каналов, вот больше 15 лет назад. Это было просто полнейшее безобразие. Это были обшарпанные... 15 лет — это все понятно. Подождите, подождите, пожалуйста. Хотя там заалитие было. Ну, подождите. И вы знаете, вот постепенно, постепенно, постепенно... Постепенно все сразу мы сделаем. Вот эта картинка внешняя, она приобретала вот тот вид, который мы сейчас видим. Но мы не можем щелкнуть и сказать, вау, у нас в городе завтра будет все классно. Но мы прекрасно понимаем, если у нас в бюджете лежит какое-то количество денег, ну, не может... Ну, неважно какое. Ну, не можем мы сделать в одночасье, вот все сделать. Но абсолютно не соглашусь, туристы наш город любят. Искренне говорю. И вы знаете, мы очень четко выстроили маршрут обзорной экскурсии. И мы замечательно им все показываем. И у нас очень много объектов, которые мы можем показать, которым мы можем гордиться. И у нас очень много людей, которые приезжали к нам сюда, и о которых мы рассказываем. И поэтому, в принципе, мы гостеприимные люди. Кстати, Морозовский городок скоро у нас приобретет совершенно другой вид. И мы с радостью будем его показывать, потому что... Заметьте, федеральный проект. Ну и что, нам какая разница? Мы же добились его. Это тоже надо приподняться и сделать это, потому что это же никто не мог сделать. Да, да. Я тут вот вообще... А дороги? Немного критикуют, но сколько мы все помним, десятилетия нашей власти на Морозовске надо, но ничего не делось вообще. Даже не приступали. Ну, на словах приступали, а потом дело заканчивается тем. Если сейчас действительно Морозовске преобразится, это будет... Конечно, речной вокзал, конечно, это боль. Но это еще... Но это боль. Это было понятно, что он идет к разрушению еще там... Да, как сейчас выясняется, он изначально построен халтурно. И действительно, его, говорят, чуть ли не в советское время предлагали разобрать, построить заново, потому что давно было видно, что здание полный швак. Да, поэтому здесь сложные истории и очень серьезный резонанс народного возмущения может быть при любых движениях. Пусть они даже на благо куда-то направлены. Поэтому здесь очень сложно вообще и инвесторов привлекать, но, тем не менее, работа идет, и проектная документация сейчас в стадии разработки. Извините, я вас прерываю, мы в стадии окончания программы. Наш фир подошел к концу. Мы бы еще могли пару часиков сидеть. Мы не все вопросы, которые у меня записаны, мы осветили. Активные зрители. Да, приглашаю, пожалуйста, еще. Мы еще раз обсудим туристический сезон, который, тем более, сейчас только набирает ход. Мы говорили сегодня о туризме в регионе. Любите наш город. Приглашайте ваших гостей из других регионов, ваших знакомых, несмотря на всю нашу обшарпанность наших домов и дорог. У нас есть очень хорошо. Чего посмотреть. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!